Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Программа «Оздоровление для анапских детей» о важности и доступности санаторных услуг местному населению говорили сегодня на краевом уровне. Прививка с доставкой. Работники центрального рынка получили коллективный иммунитет, не покидая рабочих мест. Победить в сухую не получится. Анапские пловцы выясняют, кто из них поедет представлять курортно-краевые соревнования. 14-й «Анапчан» обратились к исполняющему обязанности главы Юрию Полякову во Всекубанский день приема граждан. Речь шла о судебных тяжбах жителей соседних земельных участков, самовольном занятии земли общего пользования, частом отключении электроэнергии, улучшении жилищных условий и трудоустройстве. Содействие в выделении земельного участка в поселке Виноградный на улице Заводской под установку детской площадки попросил Юрия Полякова, общественник Артем Зайцев. Есть пустырь на улице Заводской, между Заводской и Молодежной. Я так не помню. Да, ну там приличная территория, но сейчас зарастает она. Пиратство. Да. Вот. Зарастает там, периодически чистят, там мусор выгребают. Вот. А район здесь достаточно заселенный. Там около, чек, наверное, 400-500. Архитектуре дано указание решить этот вопрос в ближайшее время. К благоустройству площадки готовы подключиться и местные жители. Зинаида Пригодина пришла с проблемой частых отключений электроэнергии. Эта тема звучит на каждом общегородском планерном совещании, согласился Юрий Поляков. Как и острая критика в адрес энергетиков. Почему у нас каждый день где-то в районе отключается свет, я получаю 100 жалоб от людей. И мы не знаем, где это происходит. Поэтому, уважаемые районные сети, извещайте людей, пожалуйста, заранее, когда и где будут вестись ремонтные работы и отключения сетей. Бесхозные трансформаторные подстанции и сети – тоже распространенная проблема. Районные сети, по словам заявительницы, не реагируют на письменные обращения жителей. Требуется помощь. Ряд вопросов, с которыми анапчане пришли на прием к исполняющему обязанности главы курорта, касался имущественных и земельных споров, улучшения жилищных условий. По каждому даны разъяснения и ответы. Депутаты городского совета утвердили изменения в муниципальном бюджете в части увеличения средств. 34 миллиона рублей направят на социальную сферу. Бюджет пополнился на 20,9 миллиона рублей за счет краевых средств. Также порядка 13,5 миллионов удалось сэкономить за счет перераспределения и конкурсных процедур. Общая сумма около 34 миллионов рублей пойдет на нужды образовательных учреждений, в том числе ремонт, благоустройство, закупку продуктов питания. Бюджет 2017 года мы вносим изменения в части увеличения средств краевого бюджета на 20 миллионов 983 тысячи рублей на обеспечение государственной гарантии на получение образования в общеобразовательных организациях, на выплату ежемесячных денежных средств с содержанием детей и сирот и выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям. Как оздоравливаются дети в Анапе летом и в межсезонье, какие проблемы детской оздоровительной компании должны быть озвучены на краевом законодательном уровне, и как дать возможность большему числу юных анапчан получать лечение в ведущих санаториях родного города. Серьезный разговор сегодня состоялся в рамках выездного заседания комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности санаторно-курортного комплекса и туризма. Участники выездной рабочей группы в санатории Анапа, в котором даже в межсезонье стопроцентная заполняемость. В эти дни на отдыхе и оздоровлении здесь находится 840 человек, 733 из них по путевкам с лечением. Медики санатория борются со сложными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, последствиями травм спинного и головного мозга, занимаются реабилитацией пациентов с ДЦП. В лечении применяют местные целебные грязи, водоросли и минеральные воды. Гостям рассказали о грязехранилище – собственной уникальной разработке. Это разработка санатория, благодаря этой кухне, позволяет всю грязь, которая, получается, уже на процедуру поставляется, сохраняет все ее лечебные свойства. То есть она постепенно подогревается, подлетавливается и на выходе не теряет ни одного процента своих лечебных свойств. Грязь ваша же местная? Грязь местная из Кизилтарского лимана. У нас на территории есть основное грязехранилище. В год мы расходуем где-то порядка 80 тонн. На побережье единицы таких санаториев, а потребность в них высокая. Сейчас в неврологическом отделении 65 пациентов, в их числе дети Краснодарского края. Александр Джеус интересуется, насколько эффективно получаемое ими лечение. Лечебный эффект выражен диагнозами, если детский церебральный паралич, легкое течение и нетяжелое, без органики, без поражения органического поражения головного мозга, тогда эффект даже виден в санатории. Некоторые отмечают это уже после лечения. Мы делаем иглорефлексотерапией, очень хорошая методика, аурикулотерапия. И некоторые даже приезжают с Краснодарского края у нас уже по 5-6 раз, и в принципе эффект видят. Это и речь развития речи, и они мамочки очень довольны. Вместе с исполняющим обязанности главы Анапы Юрием Поляковым депутаты законодательного собрания края знакомятся с рекреационными возможностями санатория, а затем продолжают серьезный разговор в стенах администрации. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова называет цифру. Без малого 184 тысячи детей. Принял курорт на отдых и оздоровление летом. Помимо 19 миллионов, которые нам выделила администрация Краснодарского края, муниципальных средств мы потратили 41 миллион 215 тысяч рублей. Это почти на 2 миллиона больше, чем в прошлом году. Объем средств муниципального бюджета, предусмотренных на организацию проведения мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании 2017 года, на сегодняшний день выполнен полностью. Представители Министерства труда и соцразвития Кубани отмечают, в Анапе налажено эффективное взаимодействие между ведомствами, ответственными за детский отдых и занятость. Анапа достигнуты достаточно высоких показателей в сфере отдыха и оздоровления детей. Процент оздоровленных детей, проживающих на территории муниципального образования, численности детского населения школьного возраста достигает более 97. При среднекраевом показателе 94,7. Тем не менее, актуальным остается вопрос доступности санаторного лечения местному населению, в первую очередь детям. Ваши анапские дети на базе наших ведущих в санатории, вот Вера Стефановна здесь присутствует, ряд санаторий Анапа, в котором мы были, на базе вот таких лечебных учреждений, они должны без отрыва в межсезонье, когда нет напряжения, давайте вместе будем думать, вместе с министерством, я прошу министерства это тоже учесть в своей работе. Выездная рабочая группа приняла ряд решений, которые помогут усовершенствовать законодательство в сфере организации детского отдыха. В Анапе продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент уже вакцинировано в городе и сельских округах порядка 29 тысяч детей и около 40 тысяч взрослого населения. Сегодня защиту от вируса гриппа получили работники центрального рынка. Рынок – одно из самых посещаемых мест в городе. Среди огромного потока людей вероятность заразиться гриппом весьма высока. Поэтому руководством центрального рынка было принято решение защитить коллектив от опасного вируса. Центральный рынок ежегодно проводит вакцинацию своих работников. Это сделано для того, потому что центральный рынок все-таки социально значимый объект, который посещает большое количество людей, причем это посещение круглогодичное. Соответственно, у нас здесь большая вероятность вирусных заболеваний. Поэтому мы ежегодно проводим такую вакцинацию, так как наш работодатель заботится о здоровье своих сотрудников. Ставить прививку или нет – над этим вопросом сотрудники рынка даже не задумывались. Каждый из них знает о последствиях, которыми так страшен вирус гриппа. Поэтому явка стопроцентная. Прививаюсь каждый год, но, как обычно, зимой поставим у нас всякие присудные заболевания, а прививка помогает, наверное. Ну вот и прививаюсь. Уже в течение пяти лет я прививаюсь. Я благодарна нашей администрации, рынка, что они нам предоставляют такую возможность. Чтобы мы не болели, переживая за наше здоровье. Большое им спасибо. По словам медиков, вакцинация в этом году проходит успешно. Жители города оценили реальную помощь вакцины. И цифры говорят сами за себя. Уже привиты почти 70 тысяч анапчан. Мы ежегодно прививаем население против гриппа. На сегодня мы проводили вакцинацию центрального рынка города Анапа. Явка была очень хорошая. По списку почти все пришли. Были единственные методы отводы. Надеемся, что наши жители Анапы не будут болеть. Не будут осложнения гриппа после вакцинации. Всего планируется поставить порядка 90 тысяч прививок. Большую часть запланированных мероприятий медики уже выполнили. Прививочная кампания продлится до начала ноября. Все, кто еще не защитился от гриппа, могут это сделать совершенно бесплатно, обратившись в городскую поликлинику. Предпринять профилактические меры анапчанам предлагают и против другого опасного заболевания. В Анапе проведут рабочий день краевые онкологи. Консультации жителей курорта специалистами клинического онкологического диспансера номер один будут проводиться 21 октября в городской поликлинике. Мероприятие пройдет в рамках краевого проекта «Кубань против рака», который осуществляется под руководством Министерства здравоохранения Краснодарского края. Прием врачей начнется в 9 часов по адресу Анапа, улица Крепостная, 85. Ярмарка «Привоз» в районе школы номер 6 получит твердое основание. Уже к следующему вторнику площадку благоустроят по просьбе местных жителей. Работы начались сегодня. Задача – сформировать достаточно широкую дорожку из бетона, по которой будут ходить покупатели. На это потребуется около четырех таких машин с цементом. Две из них приняли уже сегодня. Работа продолжится в выходные. После того, как бетон высохнет, края отсыпят каменной крошкой. Благоустройство планируется завершить до вторника к следующей ярмарке. Благоустроительные работы проводятся и в других районах города. Специалисты зеленстроя высаживают новые деревья, а сотрудники предприятия «Ремстрой» укладывают тротуарную плитку. Тротуар на улице Гоголя – одна из заживленных прогулочных зон. Однако старое покрытие пришло в негодность. Было принято решение провести капитальный ремонт тротуара. Сейчас здесь работают сразу две бригады предприятия «Ремстрой». Рабочие вывезли больше 20 тонн бетона, которым был залит старый тротуар. Уже установлено почти 500 поребриков. Подняты над землей 26 конвенционных люков. Полным ходом идет укладка новой гранитной тротуарной плитки, общий объем которой составит 512 квадратных метров. Тротуар новый – это классно вообще. А то тут все были такие горки и пригорки волнистые. Тротуар новый – очень здорово. Продолжаются работы и на улице Ленина. Совсем недавно здесь спилили старые аварийные деревья. Сейчас коммунальщики подготавливают основу для посадки новых саженцев. Старые деревья были ликвидированы, потому что они жили уже свой срок. Практически это уже были не деревья, а сухостой, который в любой момент от ветра мог повалиться. Для того, чтобы деревья стали красиво, делали сейчас присвольные круги, потом круги, квадраты будут высадены, непосредственно уже деревья в количестве 16 штук. Работают здесь две бригады, работа будет продолжаться и сегодня, и завтра. Полностью завершить работы коммунальщики планируют уже к концу этого месяца. В Анапе стартовала восьмая военизированная студенческая спартакиада. Большинство участников увлекаются спортом, но хотят дополнительно испытать себя. Бегать здесь нужно со снаряжением, предстоит преодолевать полосу препятствий, а также соревноваться в стрельбе. Бег не в полной армейской выкладке, но уже задача не из простых. На поясе противогаз, в руках макет автомата, точно повторяющий габариты и вес. На голове каска, которую нужно надеть правильно, чтобы не сползала. И пробежать один километр по условно пересеченной местности. Давай, ну, давай, давай! Страсти кипят нешуточные. На кону честь учебного заведения. Это первый этап военизированной студенческой спартакиады. На старте шесть команд по восемь участников. В течение года им предстоит посоревноваться в беге, эстафете, стрельбе, преодолении полосы препятствий. Это муниципальная спартакиада. Почет и уважение среди всех учреждений. Плюс преподаватели и руководители данных учреждений могут отобрать какой-то костяк для себя из своих учеников, чтобы представляли их учреждения на краевых соревнованиях, зональных этапах каких-то соревнований. Девушки бегут 500 метров с противогазами. Лариса Зубкова учится в анапском индустриальном техникуме на фармацевта. Профессию выбрала по душе. По душе и соревнования. Хотя о военной карьере она пока не думает, но к соревнованиям по стрельбе готова. Я готова к этому. Я часто участвую в таких соревнованиях военизированных. Очень близко, потому что занимаюсь спортивным туризмом. Я занималась хоккеем, я занималась много чем на самом деле. И это просто интересно. По душе, спорт по душе. Студенческая военизированная спартакиада проводится уже в восьмой раз. Следующий этап пройдет в тире школы номер 6. Оружие пневматическое. Предварительно участникам дадут возможность потренироваться. Окончательные итоги спартакиады подведут летом будущего года. Спортивная школа «Виктория» открывает новые старты. Сегодня там открылся чемпионат и первенство города по плаванию среди девушек и юношей 2001 года рождения и старше. Победители турнира будут представлять Анапу на краевых соревнованиях. Это первое крупное соревнование в обновленном бассейне спортивной школы «Виктория». После летнего перерыва объект прошел регламентные работы. Параллельно с этим велся набор в секцию плавания. Как отмечает директор школы Ольга Егорова, этот вид спорта пользуется огромной популярностью среди анапчан. Спрос на эту услугу по обучению плавания в городе очень высокий. Мы в этом году начали вовремя. Дети у нас посещают. Посещаемость на сегодняшний день практически 98%. Болеющих детей практически нет. В общем-то в этом отношении все хорошо. В соревнованиях принимает участие более 250 человек. Первыми выступают юноши. Заплыв на 400 метров. Дистанция считается сложной. Александр Петренко занимается плаванием уже 5 лет. Сегодня приложил все усилия, чтобы попасть в городскую сборную. В результате показал норматив взрослого пловца. Путевка на краевые соревнования обеспечена. Мне очень хочется выступать на соревнованиях за край. Ну, это была моя мечта. Ну, и она, скорее всего, сейчас сбылась. Бассейн, когда я не работал, я ходил в Малую Бухту, там 17-метровый бассейн был, тяжело. И помимо этого всегда занимался в спортзале, потому что как-никак мощная масса нужна. Борьба развивалась не на шутку. Из более чем 200 ребят в сборную будут отобраны всего 23 человека в разных возрастных категориях. Из всех этих возрастных групп будет сформирована команда муниципального образования, которые будут участвовать в краевых соревнованиях в памяти заслуженного тренера-разлучинца в городе Краснодаре. Отборочные соревнования продаются два дня. А с 14 по 17 ноября лучшие пловцы представят Анапу на краевом турнире. Зима не за горами, и до первых холодов нужно не забывать позаботиться о своем железном коне. Помимо замены резины, необходимо выполнить еще ряд действий, которые помогут последствия избежать серьезных неисправностей. Ксения из Анапы. В лобовое стекло попал камень. Помимо этого копились мелкие неисправности. Пришло время обратиться в сервис. Эту мастерскую посоветовал знакомый. Девушка считает, что специалисты работают достаточно оперативно. Теперь она не исключает, что приедет именно сюда, чтобы подготовить машину к зиме. Если честно, я знаю только нужно, что менять колеса до зимы и все. Я скажу о том, что нужно, чтобы подготовиться к зиме. Мне скажут о том, что нужно то-то, 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 как в принципе всегда это и бывает. Правильно? Сегодня у владельца автомобиля нет необходимости досконально разбираться в его устройстве, как это было еще лет 20 назад. Кроме того, сама техника стала более чувствительна к вмешательству непрофессионалов. Для того, чтобы подготовить к зиме автомобиль из среднего сегмента, необходимо от 4 до 6 тысяч рублей. Это, опять же, средняя цена по городу. Она также зависит от объема выполненных работ. Прежде всего, нужно осмотреть ходовую часть, обратить внимание на содержимое бачка омывателя, состояние охлаждающей жидкости и масла. Пренебречь можно маслом, потому что у нас климат теплый, сильных холодов нет, как на северах. Соответственно, можно масло, допустим, двигатель не менять. Но обратить на состояние гидровосилителя, потому что он может разморозиться, потечь сальники, то есть там рейка может потечь. Обратить внимание на состояние всех манжетов, соединений, соединения охлаждающей жидкости, то есть всех патрубков. То есть обратить на это внимание, на общее состояние автомобиля. Жителям южного региона автомеханики рекомендуют использовать зимнюю резину без шипов, так называемую липучку. Далее все зависит от каждого конкретного случая. Марки автомобиля, срока его эксплуатации. Работы можно провести, выделив для этого отдельный день, либо поочередно посоветовавшись со специалистами. Сегодня их задача обозначить проблему, рассказать о сроках, в которые ее необходимо будет решить, и возможных последствиях. Как правило, это более дорогостоящий ремонт. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 21 и 22 октября в Анапе ожидается переменная облачность. В воскресенье возможны дожди. Температура воздуха днем – до плюс 17 градусов. Ночью прохладнее – 13 выше ноля. Ветер переменный – от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 17 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует.